Здравствуйте, дорогие! И сегодня я хочу с вами вместе обсудить тему хорошего утра. Конечно же, в пример я приведу свои правила хорошего утра, а вы, в свою очередь, пишите в комментариях свои правила или то, что бы хотели посоветовать делать мне, для того, чтобы мой день был получше. Ну и непосредственно от вечера зависит наше настроение и наше ощущение на утро. Итак, давайте начнем. Что же я посоветую делать вам вечером? В первую очередь, конечно же, я советую вам поделать все дела, которые вы можете сделать сегодня, не оставляя на завтра. То есть, если есть дела, которые вы не хотите никак делать, но понимаете, что все-таки нужно их сделать, делайте лучше сегодня, не планируйте, не оставляйте их на завтра. Потому что они будут перекочевывать из страницы на страницу, если вы введете дневник, и так вы никогда не сможете сделать то, что запланировали. Поэтому все, что можно сделать сегодня, делаем сегодня. Ну и, конечно, ложитесь спать вовремя, не так, как я, потому что, конечно же, я стремлюсь к тому, чтобы ложиться в определенное время, примерно в 10, как говорят, 9-11 вечера, но у меня никак не получается, но я вам все-таки советую это, потому что от этого много чего зависит. Говорят, что есть вот несколько вот таких вот часов, с 10 до 12 или до часу, когда организм получает какое-то удовольствие от сна и продуктивность сна увеличивается вдвое, поэтому, как рекомендуют люди, которые в этом разбираются, к этому стоит прислушаться, но у меня пока не получается. Мы ложимся примерно в час-два часа ночи, и после того, как мой муж и моя лялечка уснут, я, конечно же, продолжаю работать, потому что иначе днем у меня никак не получается уединиться, я пишу статьи, монтирую видео, что-то там еще делаю, вот, ну никак не могу ложиться. Если я ложусь в два, это отлично, вот, но если я сижу до пяти, до семи утра и ложусь уже, сплю примерно до часу или до двух часов дня, то это, в принципе, еще нормально. Поэтому я вам советую, но, как видите, у меня в жизни это не получается сделать и применить в жизни пока что. Итак, что еще я советую вам сделать с вечера? Обязательно делайте зарядку, обязательно занимайтесь спортом, потому что, если вы не будете делать, вот, упражнения утром, не будете делать упражнения днем или даже вечером, вы просто потеряете форму, и это, вот, не знаю, это чревато плохим последствиям, особенно спустя годы. Также, что я советую, это, конечно же, демакияж для девушек и, конечно же, душ. Также советуют многие влогеры, многие врачи делать контрастный душ, но это, конечно же, под настроение. Иногда мне просто хочется так попариться, зимой мне хочется, чтобы мое тело все прогрелось, поэтому я мою с горячей-горячей водой, хотя это, ну, не знаю, вряд ли это полезно, но иногда прям-таки хочется согреться и внешне, и внутри, но контрастный душ я иногда под настроение тоже делаю и утром, и вечером. После душа вечером тоже важно ухаживать за своей кожей, не только спортом заниматься, а и, конечно же, помимо демакияжа для девочек, нужно хорошо умыть лицо, увлажнить на ночь, на ночь нанести кремчики, на тело тоже нужно нанести масло, крем, отлично, если вы перед сном будете друг к другу делать массаж, ну, если супруги или в семье, так, вести такую традицию, очень круто, когда делать массаж вечером при свечах, особенно если ваш ребенок уснул, отличное время побыть вместе или сделать даже романтический ужин, но без еды. Для себя, любимых, также потанцевать с музыкой в наушниках, это отлично. То есть, что нужно сделать? Перед тем, как ложиться спать, нужно поделать массу разных процедур, нужно привести себя в форму и, наконец-то, расслабиться и уже уснуть, конечно же. Вот, и давайте уже начнем с утра, потому что я хочу, ну, хотела рассказать вам в этом видео о правилах утра и начала с вечера, и настолько затянулась, что вообще просто. Итак, начнем с утра. Проснулись вы, улыбнулись к тому, кто с вами проснулся в это утро? Я вот улыбаюсь Ляле, потому что большинство времени, когда муж уходит, он просто на меня целует и уходит, но я еще вообще не проснулась. Ну, иногда, конечно же, он приносит мне кофе или чай с блинчиками, или просто чаек, чтобы я проснулась, но в большинстве случаев я просто поцеловала мужа и все-таки. Но если я не сплю до 7 утра, то я готовлю мужу завтрак и провожаю его на работу, и тогда я начинаю свое утро. Утро у меня начинается всегда со стакана воды, это обязательно для того, чтобы запустить организм, для того, чтобы организм хорошо работал на протяжении дня, для того, чтобы желудок правильно запустился. Так рекомендуют многие, и, как я по себе заметила, это действительно работает. Ну, и, конечно же, после того, как вы проснулись, конечно же, вы делаете утренний туалет, там, чистите зубы, все такое, идете в душ, затем обязательно после душа делайте увлажнение тела лосьоном или кремом, занимайтесь спортом, увлажняйте лицо, делайте макияж, конечно же. В спорте очень важно регулярные нагрузки, то есть, если ты сегодня пропустил, то ты пропустишь и завтра. Поэтому, что бы ни случилось, делайте это, несмотря на то, что если вы будете делать в первые дни, у вас будет все болеть, крепатура, после того, как вы будете делать отжимания, прессы. У вас на следующий день будет все болеть, и вам не будет хотеться повторить, но это нужно перейти, перебороть и уже просто исполнять регулярно и все, и поддерживать свое тело. Это очень просто, просто стоит начать и стоит понять, что это действительно вам нужно. Тогда вопросы отпадут сами по себе. Их вообще не будет, вы просто будете это делать, потому что вы будете делать хороший вклад в будущее. То есть, это как в банке, деньги на депозит, хотя в банке это ненадежно. Также следующим пунктом является еда, завтрак. Я раньше вообще не кушала с утра, где-то до обеда, и теперь, если я сплю до двух часов дня, конечно же, я не завтракаю. Но я завтракаю тогда, когда просыпаюсь, то есть, я уже не буду сейчас говорить о времени. Так, проснулись, все это сделали, душик, спортик, все такое, и затем, конечно же, завтрак. Завтрак для того, чтобы не было проблемой, лучше составить меню и с разными завтраками. Или если вы едите на завтрак одно и то же, это тоже отлично. Если вы едите геркуле с орехами, с изюмом, с какими-то сухофруктами, у вас вряд ли будут какие-то, ну, просто такие сложные проблемы. Но если вы каждый день любите что-то другое, обязательно составьте меню, и этим вы облегчите себе жизнь. И не нужно будет думать, что мне съесть, что мне делать. Особенно, когда ты просыпаешься, ничего не хочешь, тебе нужно куда-то бежать ранним утром. И смотришь, тебе нужно куда-то пойти, у тебя встреча. Ты ничего не хочешь сейчас делать, ничего не хочешь придумать. То есть, смотришь меню, вот сегодня у меня то-то-то сырнички и побежал. То есть, никаких вопросов, если у вас будут уже заготовлены какие-то вот идеи. Как организовать свой день, вы узнаете в следующем видео. Спасибо, что смотрите. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok